Итак, Дебальцево на исходе третий день после прекращения огня на Донбассе, но завершается он новостями о новых обстрелах и ранении одного из лидеров ополчения Александра Захарченко. Глава ДНР приехал на передовую, чтобы лично уговорить украинских военных сложить оружие и прекратить все боестолкновения, как того требуют Минские соглашения, но попал под обстрел. Репортер Анатомии Дня Дмитрий Зайцев выяснил, что уже через пару часов Захарченко планирует вернуться в Донецк. В резиденции главы республики никаких комментариев пока не дают, но возможно сейчас эта информация засекречена. Но без камеры нам сказали, что сегодня где-то к полуночи Александра Владимировича здесь ждут на какое-то экстренное совещание. Ну а в эти минуты глава ДНР находится в Луганске в республиканской больнице. Врачи подтвердили, что он ранен в ногу, но рана не вызывает опасений. Вот что рассказал журналистам глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий после того, как он навестил своего коллегу в палате. Насколько я знаю, мне доложили, что у него есть ранение в ногу. Операцию будут делать здесь. Насколько я понял, ничего такого супер серьезного нет. Ранение, но не тяжелое. Кость, по-моему, целая. До сих пор точно неизвестно, как был ранен Захарченко. По одним данным в него попала пуля, по другим лидер ДНР получил осколочное ранение, когда вместе с отрядом ополченцев приехал в Дебальцево. Ему сразу же оказали первую медицинскую помощь на месте, а затем отправили в госпиталь. И вот, как я уже говорил, в ближайшие часы Захарченко ждут в Донецке. Дебальцево сейчас остается главным камнем преткновения на пути к миру. В окружении ополченцев, по последним данным, там находится около 5000 украинских солдат. И хотя официальный Киев продолжает настаивать на том, что Дебальцевского котла нет, атаки на оппозиции ополченцев с попытками освободить своих украинские военные не прекращают. Это, пожалуй, единственное место, где на юго-востоке Украины еще идут бои. Всю последнюю информацию узнаем у нашего репортера Дмитрия Зайцева. Он выходит в прямой эфир. Дима, ну вот уже вечером появилась информация о том, что силовики стягивают тяжелую технику в район Дебальцево. Что тебе об этом известно? Да, действительно, Егор стягивает. Известно о том, что идут грады, ураганы и смерчи, а также артиллерия, это гаубицы. Но, собственно, я сейчас предлагаю послушать интервью, куда именно стягивают. Это Эдуард Басурин, зам начальника корпуса Минобороны ДНР. С наступлением темноты украинские военные подтягивают на огневые позиции в районе населенных пунктов Артемовск, Светодарская и Луганская тяжелые артиллерийские системы и РСЗО. Тем самым готовится очередная попытка деблокирования группировки, окруженной в Дебальском котле. Ну, вот речь идет, скорее всего, о Насгвардии. Вот сейчас в Фейсбуке появилась запись в аккаунте Дмитрия Яроша. Он потребовал полнейшей мобилизации правого сектора. Это вот уже наводит на мысли коллеги. Дим, сегодня появилась информация, что ополченцы готовы не обменивать, а просто отдавать пленных напрямую родственникам. Поясни, речь идет о тех, кто сам сдался, находясь в окружении. И сколько уже таких? Да, действительно, глава республики Александр Захарченко уже и раньше говорил, что те люди, которые сами сложат оружие и уйдут из Дебальсова, сразу же отправятся к своим родственникам. Сегодня 120 человек добровольно сдались в плен. Но самое интересное, что ни один из них не знал, что они находятся в котле. То есть киевское руководство, по большому счету, их просто кинуло на произвол судьбы. Спасибо. Дмитрий Зайцев следит за ситуацией на Донбассе.